О чем я вам расскажу, я расскажу сейчас. Прикольно с этим, простой. Так вот, когда меня объявлял Дима до трапезы, после которой не все вернулись, видимо, торожки были не очень, Дима сказал о том, что не будет про боль, будет про весело, задорно и все хорошо. На самом деле нет. Обычно начинаю я доклады о том, что представляю себя. Меня зовут Дима, я DevOps. И это не лечится. Да, и это не лечится, все так. Но так уж сложилось, что я не только DevOps, я еще и синий разработчик и вроде как Team Lead постепенно редеющей команды разработчиков нашей компании. Чем меньше команда, тем меньше я Team Lead. Так вот. И DevOps DevOps, а пописать всяко-разно, что потом сложно сокуртить, мне не чуждо. Так вот. Да, кстати. По поводу, по поводу пописать, по поводу Тераформа, про которую недавно разговаривали, возникла такая мысль. Где-то года два назад один из основателей HashiCorp, который небезызвестный, Хашимото, не помню как его имя, Майкл, да, Майкл Хашимото давал интервью, где он сказал о том, что в нашем коде, ну, то есть наш Тераформ, там, консул и прочие настолько хороши, что в нашем коде, по-моему, только 10% кода именно функционального, вот, а все остальное у нас тесты. Вот. Да. У них все хорошо, у них все покрыто тестами, и ты просто не туда смотришь. Вот. Так вот, про боль. Кому знакома ситуация, что бизнес определяет, какие тулы мы будем использовать? Ну, есть люди. Кому известна ситуация, когда, ну, скажем так, поднять еще одну машинку на 4 гигабайта памяти, это слишком дорого, а поднять базу данных еще на 128 гиг, ну, ладно. Ну, вот. Про это я, ну, скажем так, про это я бы не хотел рассказывать, наверное, мне нельзя. Я обещал, будет без боли. Дима будет докладывать в следующий раз про бейсболио. Так вот. Так вот. В нашей компании сложилась такая ситуация, что, ну, поднять базу на 128 гиг памяти можно, а поднять машинку для CI на 4 гигабайта – это очень дорого. Вот. И, собственно, из этого вырос маленький проект, про который я хотел бы рассказать. Называется он «Монобус». Почему он называется «Монобус» – я не помню. Это было давно. Вот. Так он назвался. До этого это был маленький бот Вундервафля, который превратился в «Монобус». Кстати, американцам очень понравилось название, я, правда, они его не подняли. Как они его подняли? Никак. А ты как его понимаешь? Как Вундервафля. Американцы не знают, как называется этот бот, он работает. Про это тоже хорошо говорить. Итак, что нам нужно было сделать? У нас был код, он, ну, это такой своего рода легаси, который написали наши друзья на аутсорсе из Америки, из… как все плохо видно здесь… которые живут в Лас-Вегасе, в жарком, там хорошо, и они очень дорогие. Поэтому они у нас на аутсорсе, а основная команда у нас в Украине. У нас все наоборот. И так уж получилось, что они бывшие хпшники. И пишут они код на го, но пишут они его на php. Нет, они пишут код на php на го, вот так. И, соответственно, весь деплоймент у них тоже на php, только на ваше, и все это должно быть zero downtime и прочим. Вот. Когда я пришел к компанию, изначально я пришел как гоу-разработчик, счастливый, довольный, все хорошо, можно попилить на го. Вот. Временно отложили DevOps. Потом оказалось, что DevOps нужен, потому что нам нужно все деплойить, нам нужен zero downtime, нам нужны автоматические откаты и все, что было по красоте. А еще там вершенинг где-то затесался, причем такой, чтобы можно было показывать друзьям из итальянского правительства и прочих. Вот. И оказалось, что DevOps нам нужен. Ну, как говорит наш СТО, нам нужны DevOps. Я предлагаю это как вариант вместо системного инженера и DevOps называть DevOps. DevOps — множественное число. Собственно, нам нужны DevOps, нам нужен какой-то pipeline, все это красиво сделать. Нам нужен автоматический деплой, нам нужно, чтобы люди могли подтвердить, деплоем мы это или нет. Ну, то есть, как это происходит. У нас разработчики что-то написали, сделали pull-request. Ну, по-хорошему, pull-request опровнули, замерджили, все классно, но задеплоилось. Это не всегда так, потому что есть, кроме, допустим, TeamLead, который может посмотреть pull-request, еще тестировщики, которые про pull-request и слышали, но не видели. Есть еще бизнес, который не слышал, не видел и не хочет знать вообще, что такое pull-request и куда смотреть. Поэтому это должно быть все максимально просто. Лучше всего, как это работает, приходит человек такой, у нас новая версия, подсылка. Дальше они идут и точно так же этому человеку отвечают, типа, окей, все хорошо или нет, плохо, давай переделывай. То есть, так это и работало изначально. Соответственно, самый простой способ, его надо было максимально сократить. сохранить. Ну, так как мы все девопсы, мы любим страдать, конфигурация должна быть в Ямбре. Ну, и автомейшн в питоне, потому что найти почему-то девопса, девопа и так далее, который бы писал на чем-то другом, кроме питона, или баша, ну, упаси господи, баш, это же так страшно, очень сложно. Я поражаюсь этому, но это факт. То есть, в основном, все видели питон и не дальше него. Питон должен быть очень простым, потому что, ну, это же девопсы, соответственно, он должен быть очень простым. И желательно, чтобы это все еще дружило с чатом. У нас чат в компании был очень, скажем так, хорошо внедрен. Изначально, еще, наверное, до всего, в том числе, Амазона. Поэтому чатопс, он прям, он просился туда. Ну, скажем так, до этого сяй был такой, что человек, ответственный за релиз, шел, спрашивал в чате, можем? Можем. Дальше шел деплойл, писал, задеплойл. Вот. И попротестил, протестил. Ну, и вот, собственно, вот он, чатопс, такой мануальный был. Вот. Поэтому чатопс автоматически просился сюда прям вот сразу. А вот уже. Все сломалось. Нет, не сломалось. Она же на своей жизни. Да. Так вот, как это можно сделать? Самые простые способы, ну, АВС и весь стек АВС, мы все равно сидим на АВС, и почему бы нет? Ну, нет, АВС это мы привяжемся к АВСу. А мы собираемся переезжать с АВСа? Нет. Но второй вариант. Хорошо, мы сидим на битбакете. Давайте использовать битбакет пайплайны. Давайте. Приходят, скажем так, пришел ревизор, к нам приехал ревизор. Нельзя использовать битбакет пайплайны, они не отвечают каким-то там европейским требованиям. Окей. Давайте использовать CircleCI. Нет, раз битбакет пайплайс нельзя, значит и CircleCI нельзя. Почему? Вы его проверяли? Нет, но хорошо, давайте задеплоим Jenkins. 4 гигабайта машина и погнали. Нет, потому что дорого и вообще. Да, почему нет, собственно. То есть, во-первых, сложно учить новые штуки. У нас опять-таки, так сложилось, к сожалению. Есть у нас люди, которым сложно рассказать и показать что-то новое. Есть действительно люди, которым показываешь, даешь, говоришь, вот это удобно, попробуй, они пробуют, все классно, они начинают это использовать. Кстати, это фронтенд-разработчики, не обижайте фронтенд-разработчиков, они не всегда плохие. Бывают разные, как и любые другие, но у нас они молодцы. Кроме того, что сложно изучать новые штуки, у нас софт, который рассчитан на гемблинг. Кто не знает, что такое гемблинг, это вот, например, в нашем случае это онлайн-покер. Вообще, гемблинг это любые азартные игры. Мы не делаем такие уже прям азартные игры, не делаем покеры и прочие всякие автоматы, но, тем не менее, у нас похожи. И в некоторых странах тоже требуется лицензия. Соответственно, раз требуется лицензия, мы приходим к третьему пункту регуляйшнс со стороны государства. Причем выглядят эти регуляйшнс так, что, например, вы должны показать нам, как вы собираете на какой-то определенной машине ваш код. Вот мы должны показать этот код, показать, что изменилось, показать критические секции этого кода, потом его собрать, потом с бинарника посчитать США сумму, отправить туда, они там что-то еще у себя делают, я не знаю, что они делают, честно говоря, они думают пять дней, а потом они присылают на Мальту бумагу о том, что вот такая же сумма, окей, хорошо. И тогда ты можешь задеплоить новую версию критического блока своей системы. Поэтому у нас есть маленькая критическая секция нашей системы и большая не критическая. Потому что, во-первых, это долго, во-вторых, это дорого и вообще. Почему еще нет? Как я уже говорил, 4 гигабайта это много, ну и потому что потому. Собственно, раз уж так, давайте напишем свое, там уже разработчики, программисты. Давайте посмотрим, что нам надо. Нам хорошо, нам нужен чат-опс, нам нужны всякие системы, например, у нас чего-то замерджилось, куда-то пришел пуш, создан пулреквест и так далее. Все это ивенты. Ивенты у нас прекрасно работают на вебхуках и прочем-прочем. Соответственно, все ивенты. Окей. Нам нужно обрабатывать какие-то входящие данные с этих ивентов и нужно отправлять какие-то данные. Опять-таки ивент-модель все классно. У нас есть входы-выходы, которые подключены к разным сервисам. То есть, например, тот же слаг мы получаем сообщение в виде ивентов и отправляем сообщение в виде ивента. Уже половина чат-опса готова. То же самое, тот же гитхаб, вебхуки, API, ведь он не ладен. Все хорошо. Кроме этого, что нам нужно? Чтобы все сервисы, у нас в планах очень много, поэтому мы сейчас используем бэдбакет, а потом можем гитхаб, а потом еще может гитлаб и еще какую-нибудь хорошую штуку. Поэтому подключая сервисы подробные, мы должны иметь одинаковый API. Мы максимально упрощаем исходящий API, который мы будем пользоваться в конфигах и прочем, для того, чтобы он был одинаковый. Опять передаю привет гитхабу, потому что меня уже наверное второй день подгорает из-за них, из-за их API я прекрасного их люблю. Конфиг должен быть легко читаемым, легко изменяемым, но опять-таки это YAML, в принципе многие его знают и в наших командах его знают все, и это наверное самый простой здесь. Ну и CI должен быть stateful, то есть написать там на микросервисах и серии мы запустили какой-нибудь pipeline, он в середине не знаю там сервис упал и мы дальше не продолжаем это не вариант, потому что если мы в середине упадем, то никому хорошо от этого не будет. Поэтому state должен быть сохраняем, то есть у нас должны быть шаги, между которыми мы должны сохранить этот state, как-то его где-то положить, он должен храниться надежно и так далее. И мы должны в любой момент, если мы упали, запуститься и продолжить с того же места. Но опять-таки event модель это позволяет. То есть у нас есть мы в ходе ивенты, у нас есть какие-то pipeline называем секвенсы, есть в этих секвенсах степы и между этим степом мы прекрасно сохраняем state. И все хорошо. Так, ну собственно пишем код. У нас есть коннектор. Коннектор это у нас input bitbucket, github, slug, простой http, web-сервер. То есть мы можем написать например UI и нажимать кнопочки нажимать одной кнопочкой две кнопочки. Вот примерно так же. Дергать amazon, все что угодно. Единственное что, если мы добавляем какой-то коннектор, опять-таки API должен быть одинаковый максимальный. Исходящий API, то есть тот, который мы будем использовать. У нас есть процессоры. у нас есть питон, но непростой. Он должен быть максимально простым. У нас есть луа, которая максимально простая, но куда уж дальше. Но почему-то луа знает мало людей. Но оказалось, что луа подключить это день, а питон подключить это до сих пор. Поэтому питон в процессе всегда. Репорты нам нужны. Что такое репорты? Мы выполняем какие-то запускаем баши скрипты, хотим просто что-то записать в репорт. У нас есть секвенс, у нас есть степы. Мы хотим видеть все, что мы делали шаг за шагом и какие-то сообщения элементарные. Для чего? Для того, чтобы потом вернуться и посмотреть, что пошло не так. Это такое себе, кроме логирования самого сервиса, то, что можно быстро развернуть и пробежаться. Что такое тулинг? Это такие обертки вокруг коннекторов, которые позволяют быстро, например, построить слаг-форму и отправить ее в слаг. То есть, например, педи сообщение, нажми там окей, и, соответственно, это будет форма, которая потом требует кулбэк, который, опять-таки, надо обработать. Можно это все такими JSON-ами делать. Кто со Slack-API работал, видели, плакали. Тулинг позволяет это делать действительно просто быстро. Единственное, чего не хватает здесь, а, это чуть дальше, но я расскажу, что не хватает, естественно, не все так хорошо. Ну, GitHub релизы, точно так же, запуская функцию, мы должны получить максимально простой API-ответ и так далее, реакцию какую-то, чтобы мы могли запускать это как будто у нас на машине, GitHub стоит у нас, мы вызвали, а все сделаем. Ну, естественно, там всякие back-off и так далее к сервисам и так далее. И нужен стоит storage из вариантов на данный момент это MySQL и BoltDB, при том, что, как оказалось, нам BoltDB за глаза, он вполне себе нормально работает, но единственное, что стоит, мы храним прямо на машине. Да, кстати, крутится это все, нет, что нам нужно, да, написать, крутится все это на нано-машинке и прекрасно себя чувствует на Amazon. не тормозит, не ломается вообще живым счастливым. Так, да, есть у нас демоны. Опять-таки, у меня, скажем так, у меня подгорало последние два дня из-за двух вещей. Первая проблема, что? Первая проблема, это то, что я решил показать, ну, Bitbucket скучно, давайте покажу GitHub, давайте я напишу сейчас по-быстрому коннектор для GitHub, я его написал, вот, я его подключил и все выглядело круто, ровно до того момента, как я его начал тестить, потому что то, что написано в документации GitHub, и то, что прилетает на самом деле, это две большие разницы, наверное, даже три большие разницы, вот, то есть, причем одинаковые поля в разных ситуациях возвращают абсолютно разные вещи, ну, кошмар, вот, собственно, вот у нас работает сервис, ай, пришли, не цифр. Вот так, я как-то сделаю мурроринг, секунду, как это сделать. 50-10, ну, ну, пока, смотри. Подожди. понять, как тут все работает. Это не Макусь. Это не Макусь, нет. Это Лимон. Это Лимон, да. Вот, видишь, не вижу, пингвинчик на крышку. все сломалось, должно починиться. Так, это, наверное, я выключил. ура, есть Миралина. есть Миралина. Так вот, да, все отлично. Собственно, что нам нужно для того, чтобы показать презентацию? Нам нужен запущенный сервис, вот мы его запустили, ну, логи выглядят таким образом, потому что сейчас типа претий режим включен, ну, то бишь, мы видим их в удобо читаемом, не сильно, правда, но все-таки более-менее варианте. Сейчас я сделаю чуть-чуть побольше. Сейчас, комминторы. Здесь видно, наверное, даже слишком много, но есть коннекторы, есть там каталоги разнообразные, в которых мы регистрируем это все дело. Самый, наверное, самое хорошее в этом всем сервисе то, что довольно просто пишется коннектор. То есть подключить новый сервис не составляет проблемы, если это не GitHub. Вот. Так вот. Сейчас я запущу прокси со своей машины, чтобы она улетала наружу. Кстати, кто не использует КАДИ, всем советую. Очень классная штука. Сразу SSL добавляет и все-все-все. Итак, что нужно сделать, чтобы у вас появился чат-опс? Ну, кроме прямых рук, вот, и, конечно же, нашей прекрасной софтин. Руки не обязательны. Нет, руки обязательны. Нужно. Во-первых, пойти в Slack. Кто не знает, в Slack есть аппликашены. Сейчас, workspace. У меня есть такой тестовый workspace. Давайте, наверное, вот так сделаем. Отлично. У нас прекрасно тут работает, ну, у меня, по крайней мере, прекрасно работает интернет, поэтому я сразу извиняюсь. Короче, давайте я не буду вам все это буду показывать, я вам расскажу, в принципе. Ничего сложного в этом нет. В Slack у вас есть два токена. Первый токен, с которым у вас прилетают ивенты на WebCook. Второй токен, это такой себе пароль, с которым вы должны подписать то, что отправляется. взяли два токена, пришли в конфиг, положили, сейчас покажу, куда. Положили, 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 положили вот сюда. Свои токены я показывать не буду, простите, покажу, куда положить. Так как это YAML, у нас обычные плейсхолдеры, которые мы потом вставляем в YAML, прокидываем, куда нам надо, кладем в нужные места уже в конфиге. Для удобства просто все сюда вынесено, как тут написано, прекрасно, что это не будет распаршеным. И все просто. Переменные точно так же, как в Terraform всем нелюбимом, внешние переменные, которые мы можем поменять, оно будет очень удобно и хорошо прокинут. Так вот, прописали, взяли коннектор, так как у нас разные файлы, WS-код подчеркивает все красное. проставили сюда наши переменные в настройку коннекторов. Как тут видно, сейчас используется Slack и GitHub. Тут, в принципе, все довольно просто, насколько я могу судить. Что такое RTM? К Slack можно подключаться, то есть, исходящий коннектор делать и получать real-time мессенджер, можно получать ивенты. Как вам удобней? Оба варианта, скажем так, полностью рабочие. Единственное, что, если у вас вебхука, вам нужно как-то вывесить наружу ваш сервис. Но это удобно и я вам советую не так делать. И, собственно, пошли секвенсы. В секвенсах у нас есть инпуты. В данном случае у нас секвенс состоит из двух степов. Так. Вот это лишнее. Вот так. Не мешает. Никогда. Вот так. Вот секвенс, который состоит из двух степов. То есть, называется sequence approved and merge. Что, так как это демо, я думаю, думал взять демо, которое я готовил уже давно. Вот. Готовил я его на битпакете. Готовил я его немножко для другого. Я готовил его для конференции, которая называется DevOps Fest. И так вот оказалось, что три дня назад меня туда включили в программу. Спасибо. Спасибо. Вот. И мне строго запретили вообще показывать какие-то куски где-то еще. Поэтому, Дима, я был против записи. Мы не выложим, пока не покажешь. Расскажи. Так вот. Поэтому пришлось писать все с нуля. Поэтому, к сожалению, секвенсы будут довольно простые и полного сидения не покажу. но один из моментов, которые нам нужны. То есть мы делаем пол-реквест, а пол-реквест знает, ну, может, там десятая часть людей в нашей компании о том, что они есть. Мы хотим, чтобы информация о пол-реквесте прилетела в Slack, прилетела определенным людям, которые потом увидели кнопочку Approve и Деклайн и нажали Approve или Деклайн и на этом все. Не читая пол-реквест? Нет, пол-реквеста не читаем. Но только в каком-нибудь автоматически происходит деплоймент, дается ссылка, вот пойди, посмотри, вот тебе ссылка, пойди, посмотри, потыкай кнопочки и все хорошо. Так, по-моему, системы на почту присылают о том, что тебе засаден поворот. Когда почту читают. Ревизор. Особенно бизнес. Если Slack не читают. Нет, Slack читают. Пока красненьким там не начнет блымать. Так не читают. Так вот, вот у нас пишет в личку, пишет о том, что срочно, пойди, вот новая версия без твоего опрува ничего не будет. От имени жены? Да. Вот. Как это происходит? Так, тут у нас просто тестовое сообщение о том, что, типа, я выполняюсь. Что выполняет команда System? Да, кстати, это Python. Но Python особенный. Я не рассказал, какой. Это Starlark. Кто знает, что такое Starlark? Старларк. Звездная синица, что ли? Так вот, Starlark — это такой себе диалект Python, который, ну, подмножество Python. Сильно упрощенный вариант. В нем нет даже объектов. И это хорошо. Почему? Потому что он используется для того, чтобы конфигурировать разные штуки. Используется в Bazel. Кто знает, что такое Bazel? Кто знает, что такое Makefile? Такие ты страдаешь в этом. Вот. Makefile — зло. Bazel — тоже зло. Матами и Starlark. Вот. очень любят Bazel в Гугле. И недавно ребята из Гугла взяли его реализацию, которая была на Джаве. Она была такая, ну, диалект большой вроде бы. Реализация на Джаве, ну, что могли, то написали. Вот. Ребята из Гугла взяли и переписали это все дело на Go. И оно теперь полностью соответствует спикер. Что удивительно. Спасибо им за это. Но есть проблемка. Он умеет, ну, чуть меньше, чем ничего. Поэтому он умеет оперировать переменными, например. То есть, такие вещи. К нему можно подключить кучу всего извне. Например, хочешь там функцию System, вот, пожалуйста, опиши ее. Опиши только во внешке и подключи. Вот. Вот это проблема, собственно. Проблема языка и проблема, почему простой Python не всегда хорошо. Почему Lua хорошо, потому что в нем уже есть все, что только можно, уже все написано и все сделано. А здесь, к сожалению, все приходится писать. Поэтому все в процессе. Вот. Так вот. Что мы здесь умеем? Умеем мы получить ивент от GitHub. Вот у нас input GitHub. мы умеем проверить, что у нас за ивент. Все это описывается простым экспрешеном для ифа в питоне. Я думаю, все видели. Вот у нас пришел ивент, проверили там, ивент такой-то, ивент такой-то. Вот. писали. Все это у нас выполняется очень быстро, легко и просто. Нам не нужно описывать какие-то километровые там условия в яблях, джейсонах и прочем-прочем. Мы можем какие-то там закинуть переменные в скрипт, но это сейчас про это не будем. Так вот. Дальше. У нас есть степы. Степы – это такие маленькие кусочки кода, которые, скажем так, они закончили. Это обработка какого-то ивента. То есть у нас прилетел какой ивент? Полреквест. Что с ним произошло? Его открыли. Ну и дальше мы смотрим, что BaseRef – это бранч. Ну, так понимает это GitHub. Вот что? Нет. И вот это еще. Нет. Так вот. Мы проверяем, что такой бранч есть. Сейчас, секунду, где-то он не входит. Да, вот. Что такой бранч мы обрабатываем. QA, Stage, Master и так далее. То есть создание полреквеста. И дальше самые интересные моменты здесь. Это у нас вызовы Send и Call. Это у нас Output. Что мы сделали? Мы увидели пулреквест. Мы его там как-то обработали, положили в экспорт, заэкспортили переменные, которые мы хотим увидеть в других степах. Дальше пробежались по списку аппруверов, взяли команды и разослали сообщения. здесь максимально просто, потому что, к сожалению, тюлинг еще питомно не подключен в процессе. Отправили сообщение, дальше пошли на второй степ, здесь у нас реакция. Реакция довольно простая. мы ждем от определенных команд, которые здесь описаны, например, для ренча мастер, у нас команда QA Product Team, в которой только мой аккаунт, я сейчас за всех поступаю, им будет отправлено требование о том, что нужно запрулить, либо, соответственно, отменить. И если от этих двух команд хотя бы от одного человека будет аппрук, то все окей. Что мы делаем? Мы секунду берем и отправляем pull request на мерч с месседжем Merged from Monopus. А если запрулили, просить опять? Где-то в пору, пока они не сдаются? Нет, нет. Если не запрулили здесь конкретно, не обрабатывается. Здесь. Тут написано repeat. Да. Если у нас еще остался кто-то в списке аппруверов, не запруливших. А пока аппрулилили. А здесь мы делаем такую страшную функцию, как pull, которая убирает из списка аппруверов кого нам не надо. Бонус аппрулилили. Ну ты же питанист. Окей, я не против, я не питанист. придешь, сделаешь pull request, я там оставлю ссылку. Это StarLark, я знаю. Можешь нам? Давай. Ради этого и пришел. то есть мне кажется, я понял, но я хочу просто, чтобы все понимали. правильно ли я понял? То есть, вместо того, чтобы взять, скажем, я не знаю, CircleCI, или еще что-нибудь, я вот беру эту штуку, пишу этот чудесный конфиг на StarLark, либо Loa, да, пишу, вот прям так все, чего делать, по шагам, и вот, прям, мне это должно нравиться. Тебе не должно это нравиться, ты должен страдать. А запускается это локально, или все-таки тачка 4 гига, вы просили? Нет, не вы просили. Т3 нано. Есть сервер этого, но в том числе он работает на лямках. То есть, он довольно простой. Вот. То есть, он реагирует на ивенте, да, здравствуйте, лямбда-функции и все остальное. Оно работает. И Loa. И Loa тоже. Класс. Я мог туда еще JavaScript добавить, не думал, подумал, что это совсем сложно. Так вот. Собственно. Как это работает? давайте я покажу, потому что долго рассказывать получится не очень хорошо. Так вот. Сейчас, входим в GitHub, создадим pull request. новая страна брать. Ну, главное, конечно. Ну, это обычный флор. Все застраивали. Главное исполнение на эмейках. Ты типа... это типа... О! Я бы не знал, как у тебя как. За отрабатывание французского? Ну, пока не много. Да, я сейчас хочу... Новой страны больше, чем в адресе. Он всё заносил. Я уже рассказал. У Владимира была и человек, когда начинается заходить, и вся пирог стала в бар. Я сейчас вышлю изменения в гид, для того, чтобы у нас было изменение, которое я могу потом, собственно, pull-request. А почему? Самое время напомнить, что после этого на всех ждём. Сама. Терпите! Главное паузу. Может быть, люди могут посоветовать, что тебе там писать? Окей, можете посоветовать, что мне тут писать. Что мы сейчас делаем? Пушить рейндж. Я думаю, люди, которые тут собрали, знают, что такое рейндж. Вот он создан. Наконец-то мы делаем pull-request. Ну... По поводу pull-request не из консоли. Ну, во-первых, pull-request из консоли на гитхабе сделает тоже рейндж. У меня уже отдельное удовольствие. Кто пробовал тут, знает. Особенно его описать. В pull-re это действительно в API идёт. Поэтому... Иначе я не вижу способа максимально быстро это показать. Так. Как это выглядит? У меня тут уже простыня из таких подтверждений. Я это всё дело тестил. Так вот. Так как я сейчас работаю сразу и в QA команде, и в продукт команде. И к DevOps я не имею отношения. Проходят мне сразу два таких оповещения. Так же, так как я сразу и автор этого всего дела. То мне будут приходить отбивки о том, что, дорогой друг, твой pull-request опругнул такой-то человек. Собственно, давайте это дело опругнем и посмотрим, что происходит. Ну, вот отбивка. QA team опругнула. И... А, ну, собственно, он гитхаб умный. Он сразу показывает новый коммент. Вот. Так как он работает под моим токеном, это всё... Ну, короче, я тут... Трудно быть богом. Театр родного актёра. Театр родного актёра. Ну и, собственно, давайте опругнем это всё за продукт Тиму. Я сказал опругну. Параллельно у нас обрабатываются ивенты. Там сыпется очень много всего. Pull-request был опругнут. А что если сейчас в деклайн нажать? Здесь? Ничего. Потому что тут не подключен тулинг, к сожалению. Вот. Вот. Тулинг... Ну, он немножко важный на питоне. Ну, на старларке. Он пока важный. Вот. Если бы я показывал Lua, тут бы, наверное, все плевались бы ещё больше. Поэтому давайте обождём. Итак. Здесь довольно простой... Да. Как... Довольно простой пайплайн. Вроде бы. Но... Можно прекрасно это всё описать, например, на Jenkins'е, на кликах. Можно. Можно. Всё это накликать... Да. Спасибо. Можно это накликать... Нет. Нельзя на Jenkins'е такое накликать. Можно... Не знаю. Что можно подключить? Кто скажет? Что можно подключить, чтобы общалась... Кроме Hubata. Давайте кроме Hubata и JavaScript'а. Вот. А что можно подключить, чтобы сделала ChatOps? Сделала его немножко... Что? Java. Что такое Java? Да. Сделала ChatOps. Сделала его, в принципе, не таким, наверное, болючим, как это делается на Hubata. Кто делал, тот видел, знает. И чтобы оно хоть как-то было хотя бы частично написано на YAML, да. То есть более-менее там... Configuration as a code. Вот. К сожалению, без команд и без какого-то такого flow обойтись, в принципе, сложно. Либо это будет CloudFormation с FN'ами в JSON. Вот. Поэтому... Поэтому. Собственно, текущий стейт этого проекта следующий. Он умеет работать на Bitbucket. Он умеет работать... Причем, ну, практически весь API его реализует. Bitbucket он простой. Он одинаково работает во всех ситуациях. Даже когда приходит event там, не знаю, от... Например, merge из другого репозитория в твой и merge из твоего репозитория в тот же репозиторий, то он пишет одинаковый range или какую-то там лапуту как GitHub. Поэтому с этим все проще. Он умеет Slack. Он умел, но был выпилен благополучно от Telegram. Ну, просто за ненадобностью его сложно саппортить. Вот. Ну, мы решили не использовать. Был Slack и было хорошо. Если кому-то надо, его можно вернуть, и если кто-то возьмется, его саппортит. Прекрасно. Ну, может быть. Ну, может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Что еще? Он умеет на данный момент работать с Terraform, но, по сути, просто запускать CMD. Ну, естественно, и все, что умеет Bash и так далее. Но Tooling там немножко чуть-чуть побольше на Terraform, чем просто запускать. Вот. Умеет обрабатывать выходы, умеет обрабатывать ошибки, там, ну, адекватно на них реагировать, а не просто память. Вот так. Собственно, о проблемах. Сейчас. Давайте. Вернем все, как буду. Вот. Какие проблемы есть? С одной стороны, легко все подключить. Потому что, ну, дополнительный коннектор на GitHub занимает на данный момент 250 строк. Это он умеет обрабатывать, ну, процентов 50 API GitHub и, ну, процентов, наверное, 30 веб-руков, которые прилетают. Там их прилетает много с разными стейтами, да, с разными стейтами. И не на все он реагирует, но не все, в принципе, ну, по крайней мере, нам далеко не все нужно вся. Вот. Соответственно, разные сервисы имеют разные API. И подключить, подключить какой-то коннектор – не проблема. Добавить тулинг – не проблема. Проблема в том, что API, ну, у всех разный, он везде с разной стороны сделан. Вторая проблема стартлак – это не питон. И все, что ты хочешь в него добавить, добавляй, но руками, сам. Соответственно, дописывать какую-то обвязку дополнительную, когда ее не сделаю из-за тебя, очень тяжело. Ну, как, относительно тяжело, когда уже, точно так же, как DevOps, больно в начале, только в начале, но, вот, потом привыкаешь. Тулинг – у нас очень много всего. У нас Terraform уже есть, но у нас еще есть Amazon и просто очень много сервисов. У нас есть GCP и столько же много сервисов, есть Azure и много сервисов и боль от их API. У нас нет документации. Почему нет документации? Ну, извините. Почему нет документации? Потому что на данный момент мы используем это только у себя и нигде, пока не планируем. У нас нет UI или типа того. А почему? А потому что нам он не нужен. Мы нигде за все время не использовали, ну, у нас не было необходимости использовать UI, в принципе. Потому что у нас все происходит через лаг. Поэтому, когда у вас есть ChatOps, в принципе, UI вам, ну, постольку-поскольку. Из полезного в данном случае, в тулинге, есть подключение менюшек в Slack. Кто работал с аппликейшенами, там заходишь в аппликейшен, нажимаешь кнопочку, ну, правда, и у тебя выпадает менюшка с кучей экшенов. Вот эта вот штука очень прекрасно помогает, вплоть до того, что получить, например, последний реборт. Вот, да, кстати, репорты выглядят. Сейчас покажу. Следующим образом, вот, примерно, как... Кстати, тут куча репортов уже наделалась. А, вот. Один из репортов, да. Просто степы, просто какие-то сообщения. Вот это у нас выполнялся, кто знает что? S3. Это мы на S3 или через все тот же тулинг, обвязку. Лилия наш клиент. Вот и все. То есть, мы можем через вот эту менюшку, вплоть до того, чтобы посмотреть какой-то определенный или последний репорт. Поэтому API нам, как бы, не особо-то и нужен. Ну, как без документации можно, ну, не забывать, что он может и что умеет, и как правильно делать? Ну, тут... Ну, проект развивается? Да, 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 да. Как без документации, да. Можно элементарно забыть, что ты пилил. Да. Я знаю. Я уже забыл. Да, я уже забыл, да. Пока я писал, я уже забыл, что там было. Все так, и самое сложное как раз... Ну, я скажу так. Я не люблю писать документацию. Я вот нашему организатору Диме об этом говорил сегодня, что я не люблю писать документацию. Вот. У нас не так давно появился тек-райтер, technical writer, да, и я надеюсь, мы с ним дойдем и до этого, и распишем это красиво. Вот. Она будет. Вопрос только когда. К сожалению, пока открываешь код, код простой, действительно простой, понятный. Там, ну, дома. Вообще, заходите, вот, собственно, да. Заходите на GitHub, смотрите код. Да, кстати, помимо, ну, может, кому-то будет полезно. Кстати, это машинку допустил. Ну, да. Старлак. Старлак. Модули для Старлак, я их постепенно подписываю. Подписываю. Вот. Добавляю. Проблема в том, что язык там развивается, но такое ощущение, что всем пофиг. Хотя... Ну, с одной стороны ха-ха, а с другой стороны его сейчас используют уже там, по-моему, за 100 проектов уже дошло. И как люди с этим живут, я не знаю. Вот. Ну, вот. Зачем брать недопитон и дописывать его до питон? О! Хороший. Да. Отличный вопрос. Зачем брать недопитон? Потому что перепитон умеют, ну, так получилось, что умеют далеко не многие люди. Да, то есть... Это еще меньше умеют. Вот. И это же хорошо. А нам больше не надо. Нам больше не нужно для того, чтобы менеджить, по сути, ну, там управлять переменными, да, там их как-то перекидывать, трансформировать там джейсон из джейсона. Мы, по сути, получаем ивент в джейсоне, да, если мы там, если у нас нет какого-то коннектора, да, мы просто даем endpoint, HTTP endpoint и потом его обрабатываем уже в этом степе. Мы получили, распарсили, отреагировали, отправили в большинстве, там, 99% случаев либо джейсон куда-то, да, запрос сделали, либо мы тут же выполнили bash-скрипт, ну, а там уже, если сильно хочется, курлом что-нибудь отправили. Вот. И все. И нам больше ничего не надо. На самом-то деле изначально... Кто-то мне на часы звонит. На самом-то деле... О чем я говорил? Да. Можно было обойтись и башем, и изначально так и было. Вот. Изначально был баш, который просто транслировались переменные, которые переходили с коннектором. Но выглядело это все так страшно и убого, вот прям ужасно. Потому что башни умеют ненормальные там... Ну, он даже слегка умеет объекты, он слегка... Ну, не объекты, структуры, да, там, типа... Вот. Он слегка умеет массивы, совсем слегка. Но... Но... Все это очень неудобно. В Python это довольно-таки удобно. Плюс я проводил такой небольшой опрос. Какие языки было бы удобно? Ну, мне... Как бы... На первом месте это Python. На втором месте это JavaScript. Вот. Но JavaScript-то много нюансов. Все-таки он не совсем такой... Ну, он не очень рассчитан на то, что ты будешь его выполнять, в принципе, вот шаг за шагом. Ну, он не очень красиво выглядит, вот эту лапшику. Все-таки. Ну, можно. Что ж такое? Жужжить и жужжить. Вот. И... На третьем месте был Python. Собственно, Python как такового для Go. Луа. А, Луа не было. Луа. А, Python был на первом месте, да. На третьем месте была Луа, да. Все так. Вот. Ну, если исключить Баша, который выглядел, к сожалению, не очень хорошо. Вот. Луа знает из моего опросника 25% людей. Удивительно, но они это знают и даже работают и где-то писают. В основном это люди, которые пришли с геймдэма, как оказалось. Вот. И они его, кстати, очень любят и хвалят. Так вот. Что... Зачем я сюда пришел? Самое интересное. Я сюда пришел для того, чтобы получить фидбэк. Я знаю, что где-то оно выглядит криво-косо, но я к нему привык. Вот. Я хотел бы, чтобы кто-то посмотрел. Возможно, создал ищу, написал, что я не прав. Вот. Написал, как было бы лучше. Потому что я привык, и мне нормально. Я бы хотел фидбэка. Полноценный CD с терраформом с... Это, там, минутка рекламы. Полноценный CD с терраформом, с кубернетисом, с разными энвайрментами. Ну, то бишь, Dev, QA, Dev, QA, Stage и Production. Правда, в Production у нас так и не работает. Ну, мы просто в Production боимся кубернетис пропускать. Вот. Все это будет на конференции, на FESTE, да. На которой, ну, я не буду никого звать, в принципе. Скорее всего, будет в записи. Можете посмотреть потом. Вот. И после этой конференции будет лежать рядом с вот этим монокусом полностью готовый вот этот вот CIC, скажем так. Со всеми терраформами и прочим-прочим-прочим. С конфигами, с секвенсами, которые, к сожалению, не скоро могут показать. Вот. Ну, собственно, о чем он умеет, полноценно. А сейчас я бы очень хотел от вас, Фирдак, еще раз попрошу. Вопросы? Как в терминале делаются вот эти цветные этикеты? Есть какой-то готовый пакет или это там изученные скейп последовательности? Какие? Какие? Ну, ты терминал, терминал. Вот такой. Вот эти вот, которые вот эти. Да, зелененькие. Это powerline такая штука. Ага. Хорошо. Да. Параметризированные втаски в нем есть? Класс. Запуск параметризированных втасков. Выбрать там, на такой-то environment там, задепоить такое-то. Да, это есть. Это, ну, точно так же в Slack пишется сообщение там. Ну, то, что сейчас есть, это promote version такая-то, такой-то environment. А выбрать на какой environment что-то? В менюшке в экшенах тоже есть. Скажите, а во сколько времени ушло на разработку, на реализацию? Скажем так. Изначально. Изначально это был бот, который частично там еще работает у нас. Он сейчас обслуживает только frontend. Ну, потому что он работает. Зачем трогать то, что работает? К нему люди привыкли. Изначально был бот, это было год назад. После этого, ну, взяли мы девопсов. Девопсы сказали, как бы, мы умеем писать код, но Go мы не умеем. Вот. Поэтому ты можешь написать нам что-нибудь там у себя на Go и запустить наш, там, ну, не знаю, на питоне, да, на недопитоне скрипт или там на башен. Мы тебе вернем что-то и ты потом это обработаешь. Ну, короче, такое многоходовочка такая. Вот. И подумали-подумали, решили, что почему бы нам не взять это и подключить какой-то питон. Ну, вначале вызывали просто питон, да, там, питон-экзэ, так сказать, условно. И пришли к тому, что, в принципе, интегрировать питон не так-то сложно. А если он еще и будет довольно-таки простым, то это и хорошо. Потому что не придет никакой из разработчиков и не напишет что-то сложного. Вот. А потом людям, которые не хотят учить новый язык просто потому, что потому, хотя они пришли в компанию, которые пишут на этом языке. Вот. Ну, и потом будет сложно. А раз это сложно, то нам это не подходит. Вот так. Поэтому, хотите питон, будет питон. Да. Собственно, сколько ушло времени от нуля? Не буду я сейчас смотреть. Ну, где-то месяца три. В принципе, ну, я не считаю, что это много. Вопрос. Ну, вернее, мне, в принципе, очень понравилась идея. Сиая фактически ручного. Действительно, такое ощущение, что во всех альтернативах UI имеет большее значение, чем само содержимое. Хотя, на самом деле, содержимое важнее, чем UI. Ну, смотря для кого-то. Возможно. Возможно. И флагов вполне достаточно. Вопрос в следующем. Вот сейчас. Я понимаю, что не от простой жизни он появился. Если опять будет выбор, какой он будет? It depends. В зависимости от того, что используем, где используем. Ну, опять-таки, если из недавнего, недавнего прошлого заводили меня на проект из серии, как там, поконсультировать. А у ребят там свой CI, написанный на питоне, и все это скриптами, которые запускаются в консоли по команде продуктов. Ну, как бы, ок. Что мы можем сделать? Мы можем его обернуть Jenkins. Хорошо. Jenkins тоже никто не знает. Больно. Окей. Сделали вот... Попросили фонтендов сделать, чтобы там одна кнопочка нажимала три кнопочки, и все заработало. То есть, depends. Jenkins, скорее всего, в приоритете. Если не Jenkins, хочется что-то поновее в UCD. Мне нравится, как оно работает, в принципе. Плюс из недавнего, то, что смотрел, работаю с... Ну, тесно сотрудничаю с ребятами из OVH. OVH, да, правильно. Это дата-центры во Франции и, по-моему, в Канаде, если не ошибаюсь. Они еще, по-моему, в сингтону сейчас открыли. Вот. И они свой CI написали, и он вполне себе крутой. Причем можно натыкать прям... Очень удобно натыкать все в UI. Вот если разработчики любят hands-on такой, они умеют... CI, в принципе, они понимают, как оно работает. Вот до того, что можно вот такой им CI дать. То есть, он работает. Tool-low много. Если команда не умеет ни один CI, то любой взял, и любой хорошо. Вот. Если у команды есть какие-то... Ну, скажем так... Всегда есть, да, входные ресурсы. То есть, есть люди... Хорошо, если, скажем так, изначально их нет, и можно выбрать. Вот. Плохо, если их нет, и можно выбрать только из того, что есть. Ну, из того, что тебе дают. Вот это мой случай сейчас, к сожалению. Если есть люди, они уже что-то знают, это намного проще и быстрее и дешевле для компании начать работать с ними. И дать тот, который они знают, умеют. Вот. Если они уже знают какой-то. Пусть он даже там несовершенный. Ну, в принципе, не бывает совершенного тула. Я прекрасно понимаю, что мой где-то кривой-косой. Я все это прекрасно понимаю. И лучше дать то, с чем ты работаешь. Умею Jenkins, хорошо будет Jenkins. Умею там, не знаю, условный этот код pipeline, бип-бакет с pipeline, на котором у нас изначально все работало. Тоже, кстати, нас полностью устраивает. Вот. И мы там такие pipeline городили. Он, кстати, с флагом общался. Ну, так. Не очень, но общался. Вот. Тоже все зависит. Хочется, как бы, модно-молодежно, тоже варианты. Можно, кстати, если вообще внешние сервисы окей. То, что для нас не окей. То есть там CircleCI тоже прекрасно. Помимо CircleCI там, по-моему, каждый день появляется что-то новое. То, что новое является, это понятно. Как из этого выбирать. Кроме людей. Ты что, хорошо знаешь. Да. Если ничего не знаешь, выбирай любой. Так, вон там вопрос, смотри. Да. Вопрос по поводу базы данных вашего приложения. Она тоже на T3-мана крутится? Да. База данных у нас сейчас. Это BoltDB, который там же лежит. BoltDB – это просто пайл. Это как… SQLite. SQLite. SQLite, да. Ну, только k-value. Вот. Он надежный. То есть он как… Как же он на LevelDB, если знаете. LevelDB – это то, с чего они… Как бы они смотрели и переписывали. RobDB? Нет. LevelDB. И… Насколько болезненно отреагирует, допустим, ну, это TULA, если GitHub вдруг решит релиз в новую версию, которая поменяется API? Так же, как и любая другая TULA, которая реагирует на API, ну, работает с API. Больно. Да. Ну, на самом деле надо отдать должное GitHub и вот не отдавать этого же должного BitBucket. GitHub релизит версию и говорит, что, ага, мы мы сильно поменяли API, давайте сделаем версию там V4, как у них сейчас есть. Сейчас bot, там, CI, как его назови, он использует третью версию. Она у них stable, и она планируется быть stable там очень долго. То, что она работает не всегда, как ты ожидаешь, это другой разговор. Вот. Но, тем не менее, она не будет меняться, это хорошо. Вот так. Детбакет так не умеет. Да. Я правильно понимаю, что, в принципе, любой процесс начинается с, ну, полу-реквеста и так далее. То есть, зайти, сказать ему, собери мне что-то куда-то, мы не можем. 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 Здесь просто этот секунд снизится. Вот. То есть, это точно так же. Ну, зайти куда? Вопрос. Ну, да. То есть, это либо HTTP request. Да. Можем, там, не знаю, постую UI-ку с одной кнопочкой сделать. Можем написать в Slack. То есть, в нашем случае это promote, version или build, в зависимости от того, что мы хотим. Присылали сообщение, создали ивент, пошел дальше. Ну, у нас всегда ивент. То есть, даже если это UI, это все равно ивент. Ну, да. Будем считать, что вопросов нет. Я еще раз, я покажу вот эту штуку. Вот этот слайдик. Там есть issues. Пишите. Я жду писем. Правда, я не жду, что кто-то будет пробовать. Вот серьезно, я прекрасно понимаю, что всем хватает проблем. Вот в жизни. Да. И плюс одна проблема. Это, наверное, не то, чего хотелось бы. Вот. Но, тем не менее, если у вас будет время, посмотрите каталог examples. Там есть, ну, маленькая часть, скажем так, того, что он имеет. Там, скажем так, тестовый есть. Sequence. Если поройтесь в истории, то найдете там CD-шку. Готовую. Вот. Которая была удалена, потому что он и я. Вот. CD-шка появится в немножко переработанном виде. Ну, потому что мы используем сейчас то, что есть у себя в компании. И это показывать нельзя. И я просто это переписываю. Ну, благо, все это было на лу, а теперь это будет все на питоне. Я прям отлично. Я все это выложу в open-source, как только я это протещу. И плюс хотелось бы подключить все-таки GitHub. Вот. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ